У нас было предположение, что Microsoft покажет новый Xbox еще до Рождества, но вообще никто не думал, что это произойдет прям так быстро. Series X не только выглядит в высшей степени уникальным, напоминая системный блок ПК, но и при этом становится самой мощной консолью на данный момент. 12 терафлопс — это в два раза мощнее, чем текущий флагман Xbox One X и в четыре, чем обычный Xbox One S. Впрочем, это неудивительно, так как Microsoft уже были на вершине консольного гейминга с легендарным Xbox 360. Увы, в 2013-м все стало куда хуже, так как на свет появился Xbox One, принятый крайне негативно. В течение следующих лет Microsoft пытались нагнать конкурентов, выжидая удобного момента. Пока Sony и Nintendo вырвались вперед, доминируя на рынке, Microsoft сосредоточились на обратной совместимости, подписках и ключевых студиях, которых компания могла нанять, дабы они разработали следующую волну эксклюзивов. И весь этот план, скорее всего, окупился сполна, потому что Xbox Series X — самый настоящий зверь, с полной поддержкой игр для Xbox One, 360 и даже первой Xbox. Sony как-то предположили, что никто не играет в старые игры, но это оказалось полной чушью. Это будто сказать, что люди читают только самые новые книги и смотрят только самые свежие фильмы. Полнейший бред. К счастью, Microsoft запустили обратную совместимость уже на Xbox One, а с приходом серии S и X, многие уже существующие игры автоматически подтянутся до сочных 4К с возможностью настройки рендера, где это возможно. Таким образом, ваша коллекция игр будет выглядеть еще лучше, такое просто трудно представить. Microsoft будто дарит целую пачку ремастеров, не требуя за это ни копейки. Как мы сказали, серия X с первого дня своего существования будет поддерживать абсолютно все игры с Xbox 360, Xbox One и даже оригинального Xbox. Microsoft так и сказали, вы сможете поиграть в тысячи любимых игр со всех четырех поколений консоли. Слово «тысячи» подчеркивает полную совместимость, отвергающую выборочный подход. Хотя, признаться честно, список всех игр на Xbox с трудом переваливает за одну тысячу. В общем, новый Xbox уважает все деньги, что мы потратили на сбор своих внушительных игровых коллекций. Разрешение 4К станет стандартом, новая консоль будет поддерживать 8К и небывалые для консолей 120 кадров в секунду. С появлением нового игрового железа растет и качество графики, но мы подходим к точке падения эффективности, когда разница становится далеко не так заметна, как раньше. Новый Xbox хоть и не совершает тот же подвиг, что и Sony с переходом от PS1 к PS2, но как только вы увидите самые настоящие 4К, дороги назад уже попросту не будет. Частота кадров крайне важна, так как многие игры требуют высокой отзывчивости для правильного функционирования, или же установки связи между вами и происходящим на экране. Взять ту же Google Stadia, в день релиза 100% времени стриминговый сервис не мог правильным образом воспринимать ваши команды, в то время как этой проблемы попросту не будет на SX, тем более на 120 кадрах в секунду. Также новой фишкой станет разрешение 8К, но откровенно говоря мы думаем, что это несбыточная мечта. Большинству людей еще только предстоит перелезть в Full HD на 4К, а тут разрешение снова подскакивает в два раза, и обновляться придется лишь ради одной консоли. Но посмотрим, время покажет. Майкрософт очевидно планирует наперед, и 8К рано или поздно займет свое место в будущем. Больше никаких долгих загрузок. Фил Спенсер также говорил о загрузках, мол с ними приходится мириться, от них никуда не деться, и вообще нам, геймерам, уже пора привыкнуть. Тем не менее, следующее поколение консолей как PS5, так и Xbox Series X решат проблему долгих загрузок, ведь у обоих консолей будет твердотелый накопитель. Спенсер уточнил, что команда, отвечающая за Xbox, пытается, цитата, виртуально убрать загрузки, конец цитаты. Именно это будет разительно отличать следующее поколение. Твердотелые накопители, опять же, давно не диковинка для ПК, позволяют консоли получать доступ ко всем файлам игры сразу, поэтому она будет грузиться намного-намного быстрее. В два раза мощнее, чем Xbox One X, и в четыре, чем Xbox One S. Когда Sony и Microsoft анонсировали PS4 Pro и Xbox One X, компании заботились не только о дополнительном заработке. Мы уже видели, как промежуточное поколение оказалось сомнительным решением. Стандартные версии консолей были крайне слабыми, когда дело доходило до обычной ААА-игры. Если вы играли на Pro или X, то понимаете, чего хотят добиться Microsoft. Новое поколение консолей не должно испытывать трудностей со стабильностью частоты кадров, попутно избавившись от загрузок и поднимая графику на совершенно новый уровень. Они не собираются повторять свою же ошибку дважды, поэтому новая консоль будет куда мощнее, чем предыдущая. Да-да, те самые 12 терафлопс. Новый Xbox будет мощнее, чем PS5. Sony, судя по всему, действительно не понимает, что они делают с PS5. Никакими официальными конференциями или презентациями даже и не пахнет, но помимо обнародования новой PS в паре интервью, в сеть утекли ее параметры. Так что же там, как говорится, под капотом? 9,2 терафлопса – ощутимый прыжок после PS4 с ее 1,84, но это все еще куда меньше, чем у Xbox. Если у Sony нет никакого туза в рукаве, очевидно, что лучше будет купить консоль от Microsoft, если, конечно, рассуждать только о самих консолях, а не о играх. Новый геймпад. Многие геймеры считают геймпад от Xbox One лучшим в данном поколении, если даже не во всех. Это стало возможно благодаря кропотливым исследованиям и доработке эргономики. Microsoft не остановились на достигнутом и выпустили элит-контроллер. Правда, у него была одна проблемка – ценник в 150 баксов. Докинуть еще чуть-чуть и можно купить новенькую Xbox One S. С геймпадом от SX мы получим синергию обоих геймпадов. Он не только имеет функцию обратной совместимости, но и способен работать на ПК. Имеет чуть меньший размер, чем прошлая версия. Стоит также упомянуть новый дипад «Все в одном», более округлую форму и выделенную шер-кнопку, как на PS4 и Switch. Как улучшить то, что и так идеально? Microsoft нашли способ. Крошечный форм-фактор В трейлерах SX выглядит огромным благодаря своему монолитному дизайну в стиле космической Одиссеи 2001. Тем не менее, Фил Спенсер в своем интервью с GameSpot сообщил, что вся консоль высотой с три геймпада, если положить их друг на друга горизонтально. Вот вам и еще один повод прикупить новую консоль. Ее можно поставить рядом с телеком, как шикарную колонку. Более того, консоль можно положить на бок. В любом случае, критика размеров Xbox One была учтена, поэтому форм-фактор SX позволит консоли отлично вписаться в интерьер гостиной. Очень тихая система охлаждения. Помните ужасные перегревы Xbox 360, когда на консоли загорался роковой красный индикатор и консоль превращалась в кирпич? В конечном итоге, 54% всех Xbox 360 перегорали и требовали замены. Перегрев был неотъемлемой проблемой каждого поколения, но всему суждено измениться. Microsoft сделали особый акцент на большом кулере, находящемся в верхней части консоли, который при этом будет очень тихим. Трейлер буквально кричит «Вот, смотрите, кулер, прямо тут, не волнуйтесь». Вывод тепла через верхнюю часть консоли – самый простой и быстрый способ охлаждения. Теперь с этим не будет никаких проблем. Как же выглядит геймплей? Новый трейлер Hellblade 2 был создан на внутриигровом движке, поэтому Microsoft явно не ошиблись с покупкой Ninja Theory. Помимо самого факта долгожданного продолжения, мы смогли увидеть то, на что способна серия SX. Очевидно, что особый акцент делался на лицевую анимацию, а сама Сенуа, которую сыграла актриса Мелина Юргенс, выглядит как по-настоящему живой человек. Добавьте к этому потрясающие эффекты воды, развивающиеся на ветру паруса и отличное освещение, передаваемое через костры и факелы. Ninja Theory вышли на совершенно новый уровень качества. Честно говоря, Hellblade – это отличный способ показать, на что способна консоль, ведь игра создавалась при помощи самых новых мокап-программ. Анимации действительно выглядят крайне правдоподобно. И второй Hellblade явно заслуживает звания достойного эксклюзива для Xbox XS. Хотя также можно вспомнить и новую часть Hello, которая также не лишена красот. Какие мысли у вас насчет новой Xbox Series X? Смогут ли Microsoft угодить игрокам на этот раз? Присоединяйтесь к жаркой дискуссии в комментариях. Также не забывайте подписаться на наш канал, обязательно прожимайте лайк и колокольчик. До встречи на XGTV, смотрите и играйте вместе с нами. Субтитры сделал DimaTorzok